В октябре 43-го года от гнёта фашистов уже были освобождены Курск, Орёл, Белгород и Донбасс. Это время стало переломным для жителей Кубани. 75 лет назад вдоль голубой линии шли ожесточённые бои. От Туапсе до Таманского полуострова советские солдаты дали отпор самым титулованным дивизиям вермахта. Война это, наверное, самое ужасное, что придумало человечество на земле. И самое благородное – это мир. Давайте будем помнить наших ветеранов, которые нелёгким трудом, ценой 28 миллионов жизней наших родных, близких, просто наших сограждан, добыли эту победу. И помнить эту память передавать нашим детям, нашим внукам, нашим правнукам и попытаться научиться разговаривать и слышать друг друга. Город воинской славы стал заключительной точкой автопробега, посвящённого годовщине освобождения Краснодарского края. Анапа радушно встретила гостей. Примите от Анапского городского совета ветеранов войны труда вооружённых сил и правоохранительных органов благодарность организаторам и участникам автопробега за то, что вы славите Россию, Кубань и славите народ-победитель. На митинге собрались десятки анапчан, большая часть из которых – молодёжь. Нужно помнить своих предков, нашу страну, нашу станицу, потому как люди многие отдали жизнь для того, чтобы мы сейчас существовали. Совет ветеранов, объединение ветеранов войны в Афганистане и районное казачье общество преподнесли цветочные корзины. Жители и гости города-курорта возложили к стелле цветы в память о погибших советских героях. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.